Дорогие друзья, меня зовут Михаил Полицеймака, и я на веранде своей собственной бани. Я только что вышел из парилки, и это самое лучшее, что было со мной за последние 72 года. В прошлом выпуске я рассказывал вам, как начинала строиться моя Супербаня. В прошлой серии Михаил Полицеймака отправился в компанию Баня Моби, чтобы выбрать себе подходящий проект бани и познакомиться с сотрудниками компании. Здравствуйте! Здравствуйте, Михаил! Что это? Сейчас все буду рассказывать. Это дискотека? Подожди, ничего себе! Только надо моим детям это не показывать, потому что они будут жить в бане. Вместе с владельцем компании Сергеем Кругликом Михаил обсудил варианты и смог определиться с выбором своей бани. Так, а вот это что такое? Это 8 на 6 банька. Два этажа, полуторанетажная. Вот это вот так, кстати. Вот она вот здесь лучше показана. Прекрасно, Сережа, по рукам. Первым этапом работы стала установка свай. Тише, и какой у нас следующий этап? Ну, вы, Михаил, уже можете отдыхать. Остальное мы все сделаем сами. Прекрасно. Михаил выбрал себе проект двухэтажной бани, чтобы она могла служить еще и гостевым домом. Проект получился большой, и работа предстояла кропотливая. Строительство этой бани производилось по каркасной технологии. В качестве материала был взят Вологодский лес. Поскольку это проект «Стройка», то давайте немного раскроем секреты технологии возведения бани от компании «Баня Моби». Хотел бы познакомить вас с этапами строительства. На сегодняшний день баня процентов с 60 уже готова. У нас завершены фундаментные работы, у нас собрана коробка первого и второго этажа. Кровля полностью утеплена, а один скат закрыт битумной черепицей. Сегодня мы закрываем второй. Что говорить о каркасной технологии, которой мы в основном пользуемся? Это финскую, которую мы используем в данный момент. Это видно по системам ригелей, которые мы используем для укрепления. Система раскосин, которые помогают нам держать наше здание, чтобы не было геометрических изменений. Соответственно, стены данного каркаса мы утепляем минеральной ватой, обязательно в перехлёст. Утепление идёт 200 миллиметров, что для нашего региона вполне нормально. То есть наш дом становится энергоэффективным. Что касается пола, у нас тоже утепление 200 миллиметров, как и в стенах. На сегодняшний день проведена работа по гидроизоляции. То есть мы отсекаем, так сказать, сырость непосредственно из-под фундамента, чтобы она не попадала в наш утеплитель. Далее хочу обратить внимание, что весь каркас у нас сделан из сухой строганой доски, что позволяет нам сохранить чёткие геометрические размеры. Никакой усушки, никакой усадки больше у дома не произойдёт. В данном случае мы находимся в зоне парной. Здесь непосредственно мы установили дополнительную сваю, то, что обеспечит монтаж печи. И поскольку печь является тяжёлым элементом, плюс вся система дымоходов, камни, которые там будут присутствовать, составляет порядка 500 килограмм. Поэтому мы страхуемся этой дополнительной свайной. На лаги опускать мы печку не будем. Что говорить дальше о помывочной зоне? Помывочная зона у нас уже заведена коммуникацией, так же, как и в парной, так же, как и в помывочной. Это трапы для отвода влаги, то есть для отвода воды, чтобы она сразу уходила за периметр, соответственно, непосредственно нашей бани, тем самым обеспечив комфортное пребывание там. Переходим ко второму этажу. Здесь хочу рассказать вам немножко про утепление. Утепление крыши наше составляет 200 миллиметров. Здесь мы видим непосредственно пароизоляцию. Дальше идёт у нас обрешётка, которая позволяет сделать вентозазор. А дальше уже идёт финишный материал. Это вагонка, штиль, которую мы используем в своих, в принципе, везде постройках. На сегодняшний момент нам осталось сделать имитацию бруса. Это наружная отделка. Внутренняя отделка вагонкой. Смонтировать окна, двери. Запустить инженерные системы. Это система водоснабжения, канализации. И система электроподачи в дом. Далее монтируем печь. И баня будет готова уже к сдаче, в эксплуатацию. Далее монтируем печь. На моих глазах всё это превращалось не просто в маленькую баньку. А в целый дом. Как писали мне многие подписчики, да здесь жить можно. В общем, у меня получилась баня. Уменьшенная копия моего дома. Красота. Цвет бани подбирали под цвет основного дома. Чтобы оба строения на участке были в одном стиле. А теперь важный нюанс. Обращаю ваше внимание, что подготовка материала, а именно покраска происходит отдельно не на бане. Не на смонтированном материале. Далее, чтобы потом не получалось эффект тельняшки. То есть рассыхается доска, она имеет свойство усыхаться, увеличивать его размером и уменьшаться. Чтобы вот этих непрокрасов не получалось. Поэтому первые два слоя мы непосредственно сделаем здесь. Далее монтируем уже непосредственно её на бане. Немного о себе. Вообще-то я придирчивый заказчик. Регулярно проводил ревизию. То есть это не значит, что я просто сказал, стройте, и уехал в Гагры. А нет. Крылочка. Да. О, та она лесенка-то. Свежачок. Вот и второй этаж. Но практически-то уже скоро можно жить. Ай, кстати, вот с ламинатом мы попали. С цветом тоже. Окошки скоро будут. Так, вот у нас это. Ну, красота. Та-та-та-та. Та-та-та. Застvt. Та-та-та. Та-та. Та-та-та. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова По вилке не видно, а там не видно, кто ко мне идет в гости. Приглашать мне его или нет. Ну, вас-то я, конечно, приглашу. Что самое главное в бане? Ну, конечно же, печка. И мне ее сделали по индивидуальному заказу. Показу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, ну, заносите, заносите! О-хо-хо! Привет! Привет, Денис, привет! Друзья мои, ну, это просто чума. Это я же могу, ты понимаешь? Это же телевизор. Здравствуйте. Ну, рамочка маленькая для другого. Рамочка для печи Варвара. Вот она. Друзья мои, из самой Твери. Компания Печь Варвара. А вдохновитель, духовный отец Денис Деев привез мне эту печку, которая будет служить очень долго. Не просто печь, а именная печь. Теперь никто не подумает, понимаете, что это печь без фамилии. Слушай, ну просто круто! Как доехали-то? Спокойно. Спокойно? Одно дело я был у вас на производстве, а другое дело здесь оно выглядит просто каким-то крутейшим движком. Турбиной, можно сказать. Смотреться будет еще лучше, когда она будет установлена непосредственно в парной, и когда на нее можно будет уже подавать и пар, и смотреть за магией огня. Да, вот такая вот маленькая печка, да, будет отапливать вообще всю баню. Да. Я вот скажу всем, что я был на производстве, вот такое производство, чистенько все, аккуратненько, люди приятные работают. Я вот забыл спросить, это же что, это сталь? Да, стальная печь, но сталь не тонкая, а именно толстостенная. Мы используем сталь 6-миллиметровую, то есть даже попробовать ее столкнуть с места, это уже будет проблематично. Одному, одному и даже двоим эту печь, грубо говоря, лучше не таскать. Это точно. Скажи мне, пожалуйста, то есть раньше делали еще в старину чугунные, да, делали? Чугунные. Мы нет, мы нет. Мы изначально делали стальные печи. А в чем вот плюсы вот этой 6-миллиметровой стали? Долговечность. Долговечность? Долговечность, конечно. А она быстро нагревается? Достаточно быстро, за час уже камень готов выдавать пар. А, мы сюда будем камни закладывать, да? Порядка 60-70 килограмм камня мы сюда заложим, и он в течение часа нагреется. То есть нагрев у него будет происходить в три зоны. Самая нижняя зона, это почти до 600 градусов нагревается. Ты что, я превращусь в афроамериканца? Ты что? Это просто камень внутри будет нагреваться. А, хорошо. И с этого камня уже потом непосредственно можно снимать пар. Просто, просто агрегат, просто агрегат. Там решеточка какая-то сделана. Это вот от дров, да? Вот это вот... Да, это зольный ящик. Зольный ящик. Все чистенько, красивенько. И здесь будет окошко еще, да? Да, панорамная дверочка. Панорамная дверочка. То есть, я так понимаю, что отсюда мы будем отсюда закладывать? Да, конечно. Это грамотно. Прямо не в самой печи, а вот прямо вот тут. Вы на стопочке обложите материалом, кирпичом. Вот эти вот карельские. И карельским талькохлоридом обложится непосредственно сама печь. Это вы не представьте себе, друзья, сейчас вам покажу. Это он так просто называется. А вот эта вот штучка, которой можно качать бицепсом. Посмотрите, какая красота. Это просто вообще... Слушай, это прямо у нас в Карелии растет, я хотел сказать. Да, это 200 килограмм натурального камня. Которая будет облицована печь и будет убирать излучение, которое будет исходить от металлических стенок. Как все продумано. Сколько ты этим занимаешься уже? Лет 20. 20 лет? Да. Ну что, будем приступать? Да, я предлагаю, пора занести ее в парную. Скажи мне, а вот ты, наверное, много ее парил? Вот, посмотри вот на мою. Ну, она еще не готова, естественно, она ждет печку. Вот она вот такая вот будет, видишь? Да, сделана очень красиво, качественно. Гималайская соль. Гималайская соль. Можжевеловое панно, которое будет при подаче пара отдавать запах можжевельника и делать такой приятный микроклимат в парной. Вообще, ребята. Удобные широкие полки для парения. Ну, слушай, у меня тут все сядут просто. Я тебе скажу, что не только сядут, но и лягут. И лягут. Денис, ну, ты же понимаешь, что артисты, они же не очень умные люди, но очень интересующиеся. А сколько ты будешь монтировать печку со своими работниками? В среднем полностью монтаж от установки печи до установки дымохода, конечно, то есть, как бы, прохождение через перекрытие занимает около двух-трех дней. Ха! Два-три дня! Два-три дня! Ребята, это что-то. Захожу, как вампир в окно. А-а-а! Вот это да! Слушайте, 10 дней назад эту печку я видел в Твери. 10 дней назад. Но без этого, ой, офигенского декоративного кирпича... Ой, она прямо... Запах прямо... Вот она, вот она, вот она, вот она. Вот она. А она уже здесь. А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! Ребята! Значит, в ход платный. Полиция и мака. Парится только полиция и маки здесь. Ну, просто чума, просто. Заходим. Помывочно. Пока воды нет. Ребята! Ну, вообще. Слушайте, четверо мало детей. Надо еще сейчас еще. Родить быстро. Ловиться еще не в курсе. Потому что здесь сколько же народу-то? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И вот она, красотуля моя. Красотуля стоит. Варвара. Варвара! Ха-ха-ха-ха! Эти камушки будут давать до 600 градусов внизу. Скоро мы это проверим. Еще немного ударим по сантехнике. И будет баня. Боже мой. Мечта. Хотите узнать, что будет дальше? Так смотрите следующую серию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова